Ученые объяснили, как у питона получилось проглотить целую женщину. 11 октября 2019 года 7-метровый питон убил и проглотил женщину в Индонезии благодаря нападению из засады и гибкости связок. Эксперт по змеям Ния Курняван из Университета Бруджа, Индонезия, сообщил, что питоны чувствительны к колебаниям, шуму и теплу от ламп, поэтому они, как правило, избегают людских поселений. Об этом сообщает ВВС. Хотя случаи нападения питонов на людей довольно редкие, этот – уже второй за год. 54-летняя Ватиба пропала в прошлый четверг во время проверки своего сада на острове Муна в провинции Суловеси. Местные жители организовали поисковые работы. На следующий день люди нашли ее сандалии и мачете, а в 30 метрах лежал гигантский питон с раздутым животом. Жители заподозрили, что змея могла проглотить женщину, поэтому они убили питона и вынесли его из сада, рассказал в интервью агентству АВК начальник местной полиции господин Ханка. Когда разрезали живот змеи, то нашли внутри тело жертвы. В соцсетях Индонезии распространяли ужасные кадры, на которых можно было увидеть почти неповрежденное тело женщины, извлеченное из убитого питона. Виновник трагедии в Суловесе был сетчатым питоном. Они могут достигать в длину более 10 метров и очень сильные. Атакуют такие питоны из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать. Жертва умирает из-за невозможности дышать и остановки сердца через несколько минут. Питоны заглатывают свою пищу целиком. Их челюсти соединяются очень гибкими связками, что позволяет растягиваться им при заглатывании крупной добычи. Когда дело доходит до поедания людей, ограничительный фактор – это лопатки человека, потому что они не гибкие, рассказывала ранее ББЦ Мэри Рутло, сотрудник Сингапурской организации по охране и исследованию дикой природы. Питоны питаются преимущественно млекопитающими, рассказывает Гэжало, хотя иногда они едят и рептилий, в частности, крокодилов. Как правило, они едят крысы других мелких животных, но когда они достигают определенного размера, то перестают возиться с крысами. По сути, они могут съесть добычу такого же размера, как они сами. Пищей могут послужить такие крупные животные, как свиньи или даже коровы. Иногда размер блюда может быть неправильно оценен. В 2005 году берманский питон, крупнейший представитель семейства питонов, пытался проглотить целиком аллигаторы во Флориде. Во время этого процесса прожорливые присмыкающиеся лопнуло. Обоих мертвых животных позже нашли ринджеры. Но эти охотники могут быть удивительно разборчивыми. Если они не находят нужной добычи, то могут ждать очень долго, пока не появится что-то достаточно большое. Подобный случай произошел в 2002 году, когда скальный питон проглотил 10-летнего мальчика в Южной Африке. А в марте прошлого года, тоже в Суловесе, 7-метровый питон проглотил фермера. 25-летний житель западного Суловеси был на пальмовой плантации возле своего селения, когда на него напала змея. На видео в соцсетях видно, как извлекали его тело. Также в прошлом году мужчине из индонезийской провинции Суматра удалось отбить атаку 7-метрового питона, который напал на него на пальмовой плантации. Пострадавший получил серьезные травмы. Сообщалось и о других случаях, но не было достаточно доказательств или свидетельств очевидцев. Антрополог Томас Хедленд, который провел десятилетие в Акте, группе охотников на Филиппинах, утверждал, что едва ли не четверть мужчин племени были атакованы сетчатыми питонами в разное время. В большинстве случаев группа Акта защищалась с помощью мачете, но иногда их тоже съедали питоны, говорится в его исследовании. Сад, где погибла последняя жертва, находился у подножия скалистой горы с пещерами, в которых водились змеи, сообщил начальник местной полиции. Сетчатый питон, питон реки Чулатус. Самая длинная змея в мире, способна достигать в длину более 10 метров. Самый крупный такой питон в неволе живет в Канзас-Сити, США, и в 2011 году он имел длину 7,6 метра, по данным книги рекордов Ганнеса. Живет преимущественно в лесах, обычно боится людей и редко попадается им на глаза. Считается священным животным в некоторых регионах Индонезии. Десятки других видов питонов встречаются в странах Африки, Австралии, Непале, Индии, Шри-Ланке, Бирме, Китае и в Юго-Восточной Азии. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.